Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом обзоре я хочу показать вам одну из самых, на мой взгляд, крутую форму для сбора заявок, и не только, под названием VP Forms, соответственно, формы на WordPress. Форма не только способна собирать заявки, а также вести аналитику, а также можно подвязывать платежные шлюзы в данной форме, а также очень удобное перетаскивание объектов, полей при конструировании формы. Интеграция с Gutenberg, интеграция с конструкторных страниц Elementor, условная логика, условная логика для автоответчиков. Можно сделать несколько автоответчиков на одну форму, в зависимости от того, что выберет пользователь вашей формы. Давайте в этом видео посмотрим, что за зверь такой этот VP Forms. Так сложилось, что на протяжении всего времени, сколько я занимаюсь в WordPress, всегда на помощь нам приходила всем известная форма Contact Forms 7. Но если мы сейчас сравним ее с какой-то более крутой, мощной формой, то мы начнем понимать, что Contact Forms 7, с точки зрения настройки формы, я считаю, что выглядит это устаревше. И на моем канале нет ни одного видео, где бы я рассказывал о какой-то форме более мощной. Да, понятно, речь идет о бесплатной форме Contact Forms 7, и в данном случае VP Forms, на мой взгляд, самой крутой формы на WordPress. В WordPress речь пойдет о платной версии. Да, здесь их вроде как сравнивать нельзя. Но я хочу сравнить все равно именно функционал, что лучше использовать платное, но зато удобное, и в ней есть все, что вам может пригодиться. Практически все. Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация, Joomla и WordPress. Не так давно у меня была потребность для клиента сделать хорошую форму под его запросы. Я начал искать. Естественно, Contact Forms 7 я уже не рассматривал. И я наткнулся, я уже встречал ее и раньше. Этот логотип с мишкой. Вот этот VP Forms. И прежде чем мы вообще технически посмотрим и создадим в этом видео форму, я покажу какие-то важные моменты, классные ее стороны. Мы сначала пробежимся по сайту разработчика, посмотрим, что здесь написано, что она умеет. Во-первых, форма имеет условно-бесплатную версию с ограниченным функционалом. Сразу хочу сказать, что если вы делаете прям суперпростую форму без автоответчика, где простые поля, то вам бесплатной формы хватит. В моем случае бесплатной мне не хватило, и давайте здесь разбираться. То есть сейчас перед вами открыта страница разработчика данной формы. Ссылку я оставлю под видео на свою статью. В статье будет ссылка на разработчиков. Итак, смотрите, что здесь есть. Помимо формы, то есть при создании формы удобное перетаскивание. Вот здесь вот у них есть видео. У нас получается, когда мы форму открываем, то есть когда форма установлена на WordPress, слева получаются вот такие вот как бы виджеты. Мы их мышкой перетаскиваем, допустим, нужно поле с текстом, поле e-mail, поле телефон, там капча, поле номера, списки. Все здесь очень удобно, юзабилити понятно. Что она еще имеет, кроме, понятно, стандартных форм? Здесь есть возможность оплаты, подключения, чтобы через форму онлайн оплату можно было производить. Можно делать опросы, можно новостную рассылку, то есть соединение, есть интеграция со сторонними сервисами рассылок, можно настроить, и другие возможности. Есть готовые шаблоны, сразу мы можем выбрать с полями, которые только отредактировать, то есть быстрое создание. Можно создать пустой бланк, создавать неограниченное количество форм. Адаптивный у нас дизайн, понятно. Условная логика есть. Это когда могут быть зависимые поля друг от друга. Как раз одно из условных логик мы с вами рассмотрим в этом видео. Легко встроить. Есть интеграция с Gutenberg, с Elementor, чтобы форма была в дизайн вашего сайта. Легко. Защита от спама несколько видов там есть. И другие возможности. Если нажмем получить в WP Forms, немножко посмотрим на тарифные планы. То есть в моем случае сейчас у меня установлен самый вот этот базовый. Стоит он 49 долларов. Но смотрите, мы не получаем весь пакет. То есть это не Pro-версия. То есть она как бы тоже условно ограниченная. То есть есть все, но допустим нет интеграции с каким-нибудь сервисом рассылки. Сейчас вы увидите конкретно мою версию на моем сайте. Здесь надо, прежде чем купить, нужно внимательно посмотреть все, что описано ниже. То есть во-первых использовать на одном сайте я могу. То есть у меня уже на сайте это активировано, лицензия. То есть использовать на трех сайтах. Вы можете зайти здесь почитать. То есть вот маркетинговая интеграция от MailChimp. MailChimp это сервис рассылки. Чтобы иметь, вести email маркетинг, да, и потом рассылать информационные бюллетени через MailChimp, должна быть интеграция. Соответственно, если вам нужна интеграция, то вам нужен какой-то более дорогой тарифный план. Теперь давайте посмотрим технически, как форма создается. То есть после установки и активации лицензионного ключа на сайте у вас слева, вот здесь будет VP Forms. Дабы хорошо, что он переведен на русский язык. Здесь можно перейти все формы. У меня уже созданы три формы, у вас здесь ничего не будет. У вас будет кнопка добавить. Нажимаем на кнопку добавить. Как-то форму назовем. Я назову просто тест форма. Далее здесь есть слева огромный выбор шаблонов. Здесь вы можете визуально видеть миниатюры, а также кнопка использовать шаблон и посмотреть демо. То есть можно просто кликнуть на просмотреть демо и увидеть, как форма будет выглядеть у вас в итоге. Готовая, то есть форма. Останется только настроить email адрес, на который будет с этой формы приходить уведомление. Есть простой шаблон, с ним мы и начнем работать, чтобы показать весь процесс. Итак, мы нажимаем создать пустую форму. Здесь нам даже стрелка указывает, что отсюда мы можем перетащить нужные поля, нужные виджеты, которые мы будем использовать для формы. У меня есть уже созданная форма, как книга жалоб и предложений. Простая, казалось бы, форма, но здесь есть даже условная логика, подключена вверху. Я хочу через одну форму, чтобы человек мог оставлять жалобу или предложение. Если я нажимаю предложение, появляется дополнительное поле с заголовком «Оставьте ваше предложение». Если человек выбирает жалоба, то поле меняется здесь и подставляется жалоба. Но самое интересное будет дальше. То, что мы сможем условной логикой назначить разные автоответчики. То есть, когда человек оставляет жалобу, в автоответчике тому человеку, который оставил жалобу, используя здесь свой имейл, ему придет текст с автоответчика касаемо жалобы. Если у нас стало предложение, ему придет другой автоответчик. То есть, это крутая штука, которую раньше я в других формах вообще не видел. Что можно настраивать разные автоответчики на одну форму, на разную логику, именно к полям подвязанную. Это очень круто. Что мы здесь дальше имеем? Простое поле для ввода FIO, поле для ввода email, интересное поле для телефона, где можно выбрать свой код страны, поле для текста, информация, допустим, о политике конфиденциальности, чекбокс, и кнопка отправить запрос. Сайт у меня красный, и получается в дизайн и поля красные, и кнопка красная. Я использую Elementor, и я покажу потом, как форму вывести через Elementor. Вывести можно через шорткод, в любом месте на сайте, либо вывести специальным аддоном через Elementor, или Gutenberg, если вы используете Gutenberg. Итак, первое поле у нас числа, я просто зажимаю левой кнопкой мыши, точнее множественный выбор, вот мышкой просто тяну в эту область и отпускаю мышь. Мы видим три варианта. Нажимаем мышкой на этот виджет, у нас подразумевается из задания два варианта. Третий, соответственно, здесь по минусу я удаляю. То есть слева у нас настройки все касаемо данного поля. В заголовке я пишу книга жалоб и предложений. Здесь я пишу предложение, здесь жалобы. В моем случае все поля у меня должны быть обязательные. Внизу я ставлю переключатель, и делаю, здесь появляется звездочка, делаю это обязательным. Далее перехожу дополнительно, делаю на одной строке, чтобы у нас вот так это выглядело. Когда у нас, допустим, мы хотим сохранить, то здесь кнопку сохранить, нажимаем, чтобы форма сохранилась. Здесь сразу шорткод, сразу можно здесь нажать на кнопку предпросмотр формы, крестик выйти из формы. Здесь та же иконка есть дублирование, сразу здесь в форме продублировать иконку удалить поле, и также есть возможность поля двигать, перемещая выше-ниже порядок полей. Следующее, мы переходим с вами, вот сюда на кнопку нажимаем добавить поле, текстовая строчка, мышкой перетягиваю и вижу, что я могу выше поместить, либо ниже нашего первого поля, я оставляю его ниже, на него нажимаем, делаем его обязательным, заголовок это FIO, видим, что у нас форма не вытянута до конца, не резиновая, здесь я делаю большой. Если вы купили, как и я, basic форму, самую дешевую, вы так или иначе будете встречать опции, которые будут закрыты, то есть мы купили не полностью самый мощный вариант формы, вот допустим внизу, видите, про, пометка про, и те опции, которые стоят еще денег, то есть форма еще дороже, при переключении опции мы будем видеть вот такое вот окно, то есть это функция PRO, и кнопкой перейти мы можем расширить наш тарифный план, заплатив еще деньги, чтобы открыть эти опции. Следующее поле, нам нужно разбить на две колонки, здесь это устроено так, ниже мы находим плитку, вот макет, перетягиваем ее сюда, и здесь, если мы на него нажмем, мы видим слева соотношение колонок, количество колонок, вы можете просто кликнуть сразу 4, там колонки 3, и так далее. В моем случае у меня две, мне это подойдет, вот моя форма, по которой мы сейчас с вами действуем, дальше идет у меня электронная почта, и телефон, соответственно я теперь нахожу L почта, видите, специально есть плитка, вот я могу выбрать, куда ее разместить, отпускаю мышь, электронная почта, если надо заголовок можете поменять, оно у нас сразу обязательное, дальше добавить поле, я беру телефон, перетаскиваю, кликаю на телефон, делаю его тоже обязательным, и здесь есть три варианта, как это будет выглядеть, в моем случае стоит Smart, можно поставить международный, то есть допустим без флага, просто как поле для ввода телефона, на ваше усмотрение, есть вот такое вот поле текст, то есть текстовая строчка, а есть текст, я перетаскиваю в самый низ, оно нам подходит, заголовок будет, предложение, делаем тоже его обязательным, далее, смотрите, удобно будет это поле, вот здесь нажать на иконку, дублировать, подтверждаем ОК, и копия, нажимаем на нее, это тоже у нас обязательное поле, но заголовок здесь жалоба, то есть вроде кажется, что здесь вроде два одинаковых поля, зачем, но эти поля у нас будут подставляться, и появляться, зависящие от выбора выше, то есть предложение будет показывать, только поле для ввода предложения, жалоба будет показывать поле, только поле жалобы, сейчас мы это настроим, пока вот в админке это выглядит так, и последнее в нашем задании, это поле чекбокс, вот он, для вывода, возможно здесь это можно как-то специализированно вывести, то есть соглашение с политикой конфиденциальности, я удаляю, два, оставляю одно поле, но можно сделать это и так, здесь я ставлю правила, здесь я ставлю птичку, для многих важно, чтобы она уже была автоматически зажата, чтобы человек не нажимал на это, на это, ну на подтверждение, если это для вас не важно, или по закону там, она не должна быть зажата, то тогда вы не ставите птичку, чтобы человек сам нажимал, обязательно делаем поле, обязательным, простите за тавтологию, я все же галочку здесь оставлю, это поле поддерживает HTML разметку, поэтому смотрите, я вставляю вот такую вот строчку, можно здесь как-то по краснолечивой расписать, политика, дальше идет ссылка, вот здесь вот я оставляю ссылку на политику конфиденциальности, на внутреннюю страницу, и тут текст тоже можно менять, такую конструкцию я оставляю вот сюда, и получается, видите, у меня политика, ссылка к конфиденциальности, то есть вот она, имитация вот этого чекбокса с правилами, теперь нам нужно подвязать предложение жалобы к нужному выбору, мы нажимаем мышкой на предложение, далее мы нажимаем умная логика, ее включаем, и как это настраивается, мы здесь выбираем показать, далее мы выбираем книга жалоб и предложений, здесь разные значения, в нашем случае подойдет является, оставляем первое, и здесь, так как мы выбрали предложение, я выбираю поле предложения, то есть когда человек выше в поле ставить точку предложения, только тогда ему будет показываться вот это поле для ввода предложения, соответственно, если человек нажимает на жалобу, ему будет показываться поле жалоба, но теперь нам нужно перейти в жалобу, и тоже здесь включить умную логику, также здесь показать, книга жалобы предложений является оставляем а здесь мы выбираем жалоба вот так вот просто настраивается условная логика теперь давайте посмотрим что есть еще то есть если мы перейдем туда настройки мы увидим наши шаблоны мы здесь были поля мы с вами настроили дальше здесь есть кнопка настройки потом маркетинг видим что не все у нас есть туда интеграции только с верхними верхними вот этими сервисами а дальше у нас закрыты потому что нужно перейти на более мощный тарифный план платежи настройка с платежами мы видим страйп и другие платежи конечно нам для для россии тут наверное ничего не подходит но возможно для vp forms есть отдельные плагины со нашими шлюзами это надо смотреть в интернете нам нужно перейти в настройки здесь название формы как мы только назвали тест если хотите сопроводить описанием и метками можно это сделать у нас там есть кнопка отправить текст на кнопки можете поменять здесь текст кнопки отправить во время отправки текст тоже можно придумать и другие настройки дальше есть защита от спама у нас уже включена защита от спама можно подключить защиту аки смит это встроенный плагин wordpress но сначала его нужно настроить и потом его синтегрировать здесь и тут можно подключить и google рекапчи и другие платформы защита от спама дальше у нас здесь идут темы дальше идут уведомления и подтверждение когда человек нажимает на кнопку отправить форму ему будет показываться текст сразу на сайте который вы можете вот здесь сразу задать мы его сейчас увидим с вами когда будем отправлять форму дальше уведомления вот здесь вот есть маленькая стрелочка мы его скрываем добавить можно уведомление еще и еще и переключатель выключить уведомление вообще первое само уведомление мы настраиваем это то что придет к нам с этой формы и здесь очень важно здесь либо через smtp настроить свою почту либо использовать хостинг почту но в последнем моем опыте если мы используем даже казалось бы хостинг почту которая идет от нашего домена у нас на google автоответчик попадает в спам поэтому нужно настроить заморочиться smtp у меня уже есть этот такой урок на ютюбе но там уже он достаточно устаревший поэтому посмотрите где-то еще информацию как настроить правильно отправку на ваш email через smtp моем случае я вот здесь могу просто то есть это идет админ email то есть будет отсылаться на email который расположен либо у админа администратор сайта либо в глобальных настройках самого wordpress когда вы создавали wordpress либо можно просто проставить почту это вот почта от моего хостинга дальше строка темы письма можете задать от имени у меня уже автоматически через smtp имя подставляется с адреса здесь есть вопросики можете наводить и прочитать более подробную информацию об этом адрес для ответа я проставляю тот же mail здесь all fields все поля все поля которые заполняются должны к вам прийти здесь мы ничего не трогаем включить условную логику здесь мы этого не делаем и здесь есть включить отправку вложений то есть смотрите давайте сейчас сохранюсь очень важный момент если вы настраиваете перейдем добавить поле допустим вот загрузить файл есть такое вот поле чтобы человек мог подгружать какие-то картинки файлы прямо в форму чтобы они к вам на почту приходили вам нужно будет здесь в уведомлениях внизу включить вот видите включить отправку вложений и указать это поле которое я сейчас только что добавил здесь вот это обязательно надо сделать чтобы во вложении это приходило в нашем случае я здесь вложение не принимаю здесь у нас допустим все готово можем сохранить следующее самое интересное это настройка автоответчика настраивается также вода в уведомлениях вы нажимаете вот здесь добавить уведомления и нам нужно создать два уведомления потому что у нас есть условная логика вы конечно можете настроить одно уведомление если вам этого достаточно но я хочу показать мощь функциональности этого плагина что можно настроить условную логику отправлять разные автоответчики при разном выборе критерий вашей формы вашими пользователями здесь заголовок я пишу допустим удаление клиента спасибо за ваше обращение нажимаем ok хотя можно назначить ее для себя пометить как автоответчик же то есть это будет автоответчик жалоба чтобы мы сами потом не запутались раскрываем настройки вот здесь важный момент в поле email то есть когда человек вот сюда вводит свое email свой mail с сайта чтобы получать данные на этот email то есть автоответчик чтобы отправлялся именно email указанный в этом поле мы должны здесь нажать smart теги и выбрать электронная почта точнее удалить здесь все и потом выбрать у нас автоматически поставляется индификатор поля мы его можем видеть кликнув на поле почта в 10 айди 4 соответственно он здесь хорошо что сам подставляется далее проставляем тот заголовок который будет в письме в теме у меня от имени какого я уже задавал в плагине smtp проставляет тот же свой электронный ящик который у меня настроен через smtp вот здесь вот удаляем и ставим текст жалобы и самое крутое что что мне здесь больше нравится это вот включить логику как раз мы включаем если мы хотим разные автоответчики отправлять и здесь мы выбираем отправить здесь я выбираю жалоба наше поле и здесь вот я оставляю не пусто вот не пусто то есть когда стоит . когда человек выбирает жалоба естественно будет автоответчик вот этот направлен и здесь дальше можно нажать и другие условия задать добавить группу еще какое-то условие то есть сделать очень какие-то сложные манипуляции самое интересное здесь есть симпатично они html письма приходят на email и можно выбрать разный дизайн мы можем позже посмотреть в настройках какие там есть дизайны нажимаем сохранить свернем и также мы можем чтобы быстрее создать другой автоответчик нажать здесь на иконку дублирования нажать сюда на карандашик поменять название это будет автоответчик предложение п сокращенно разворачиваем настройки здесь электронная почта тоже индификатор с той же формы потому что будет отправляться хотите поменяйте другое название письма мл у меня все то же самое остается у меня меняется текст автоответчик а потому что этот текст кто оставил предложение условная логика здесь мы выбираем предложение и здесь остается не пусто вот что мы здесь только лишь меняем нажимаем сохранить теперь мы готовы разместить форму на странице нашего сайта мы можем нажать шорткод здесь очень удобно выбрать страницу создать новую страницу именно страницу wordpress выбрать страницу из наших существующих страниц мы можем просто выбрать страницу пример страницы и нажать кнопку поехали ну давайте это и сделаем посмотрим как это у нас произойдет у нас сразу открывается страница пример страницы на суда перенаправляет давайте здесь обновим в данном случае это просто страница у меня здесь есть какой-то текст я его удалю я могу просто получить шорткод вставить его здесь на страницу но тогда нужно через гутенберг дизайн нам все нужно делать но так как я использую элементар вот у меня есть кнопка элементар конструктор страниц я эту страницу открываю через элементар нажимаю редактирует через элементар теперь она откроется через элементар данная страница слева виджетах в поиске я пишу по-английски форм видим плитку в.п.форм она здесь в элементаре появляется только лишь после того как только мы установили формы на сайт wordpress и здесь вы должны понимать что в самом элементаре и и не будет перетаскиваем ее на холст появляется у нас логотип в.п.формс и здесь мы выбираем нашу форму и у нас она назвалась тест как вы помните я ее выбираю таким образом я ее подвязываю сюда и она у нас хорошо выводится сразу же вы можете видеть как смотрится на мобилке то есть там вопросов никаких нет и самое важное здесь конечно можете перейти в стиле посмотреть что здесь есть стиль кнопки и выбрать ваш базовый цвет чтобы по дизайну и кнопка и рамки полей при нажатии на поле были цветом вашего дизайна вашего сайта теперь я перейду на страницу чтобы посмотреть как выглядит форма видите поля у нас красные по дизайну и смотрите давайте сразу и проверим как все работает во первых условная логика я выбираю жалоба появляется поле жалоба видите заголовок предложение появляется поле предложения давайте заполним поля я выбрал жалоба имя свой email поставил телефон текст и попробуем нажать на кнопку отправить вот этот текст который мы видим я вам показывал что вы этот текст тоже можете поменять который на сайте у нас показывается вот мы пройдем с вами на email который я оставил при отправлении формы то есть как будто я клиент или посетитель это мы видим авто ответчик и мы можем точно понимать что этот авто ответчик отправлен был именно за счет правильной настройки условной логики и отправилась нам авто ответчик именно с текстом жалобы потому что мы видим что вот здесь вот есть слово жалоба соответственно текст у нас другой если бы я оставлял предложение и посмотрите стилистический дизайн то есть сзади заливка серым форма фона фоном сама вот эта прямоугольная часть скругленные края белая это не просто так это уже готовый html письмо красивая отправляется нашей формы если мы посмотрим список наших форм вот как шорткод который я говорил шорткод формы который можно вставить где угодно на странице после отправки вы здесь можете увидеть такую статистику диаграмму где вы можете сортировать за какие за какое число дней настроить название формы вот наша тест форма видим одно сообщение можем нажать на это сообщение посмотреть вот то есть в админке это тоже записывается все отправки я отправил жалобу мы видим вот она жалоба имя email и дата когда было отправленное время можно отправить спам в корзину изменить открыть чтобы посмотреть все данные видим телефон отправителя добавить можно заметку местоположение мы не можем настроить эта функция про здесь сбоку также есть печать экспорт разного вида здесь есть нас платежи новая функция мы это рассматривать не будем в рамках этого видео дальше шаблоны форм это то что мы с вами уже видели вот эти наши шаблоны также здесь у нас есть настройки инструменты инструменты импорт формы можно выберет выбрать форму на другой сайт готовую форму импортировать если надо на втором сайте тоже установлен в вп forms плагин то есть импорт и информация системе запланированные задачи журналы сниппеты кода и давайте пробежимся по настройкам настройки здесь выводите свой лицензионный ключ дальше стиле формы это как раз таки вам нужно не нужно если мы настраиваем форму через гутенберг или элементом нам по сути это не нужно дальше здесь есть вкладки электронная почта то есть это именно дизайн так как он приходит в самом письме есть пустой текст чтоб приходил просто текстом здесь есть выбрать у нас выбрана в виде рамкой вот это современный можно выбрать вот предпросмотр и посмотреть вот так вот текст будет без дизайна соответственно посмотреть можно другие варианты вот видите как это будет в письме выглядеть вот так вот и выбрать какой-то из дизайнов и потом сохранить настройки то есть тут настройки внешнего вида а дальше настройка капчи у нас не выбрана то есть у нас есть встроенными механизм капчи если его недостаточно то можно подключить один из трех сервисов но их отдельно нужно настраивать дальше валидация это у нас текстовые строчки там где они могут быть то есть обязательное поле видите допустимый адрес электронной почте то есть вы на русский можете перевести те строчки которые вам допустим здесь не нравится как они переведены дальше платежи настройка валюты настройка stripe платежного шлюза дальше интеграции с разными сервисами например get response рассылка mailchimp тот же рассылка google таблицы чтобы формат отлетала да когда ее заполняет но мы видим что этот в моем тарифе basic недоступна доступна только вот эта верхняя геолокации здесь очень круто доступ и сделаны то есть вы можете если у вас много людей работать на сайте автора редакторы допустим создавать форму могут там только идитор то есть те кто редактирует поля или автор то есть разные здесь устроить доступы для разных пользователей сайта ну и другие опции мелкие которые здесь вот просто читаете и решаете включать их тут или нет думаю смысла их объяснять особо здесь нет я постарался сделать это видео максимально емким и развернутым в то же время углубляясь в детали и в то же время скользь пробегая их чтобы ролик не затянуть и так сказать не взорвать ваш мозг и при этом чтобы вы смогли настроить свои формы исходя из моей видео инструкции надеюсь мне это сделать удалось а вы напишите в комментариях удалось мне ли мне это сделать или нет на этом я видео заканчиваю я с вами не прощаюсь и очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео пока пока друзья внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно сел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете в у коммерс элементар какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в телеграм т 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 Субтитры сделал DimaTorzok